Внимание! В данном видео содержится обилие ненормативной лексики. Всем привет, друзья! С вами я, Женёк, и сегодня вы на своих экранах видите совмещение несовместимого. Яркий солнечный Вайс Тити и мрачный опасный Сталкер. Я такую комбинацию вижу в своей жизни впервые. Ну что ж, давайте не будем откладывать в долгий ящик и начнём игру. Кстати, давайте посмотрим на скины. Есть два скина. Дефолтный, то есть Томми Версетти в своей обычной одежде, и скин ВДВ. Давайте возьмём скин ВДВ, мне кажется, он будет лучше вписываться в атмосферу Сталкера, нежели обычной Томми Версетти. Мод, кстати, называется GTA Vice City Cardone, что говорит нам о том, что здесь будет представлен только кордон. Так, у нас есть пистолеты и автоматы. Пистолеты и автомат, кстати, действительно из Сталкера, стоит заметить. Ну и локация. Локация Cardone. На данный момент это КПП военных, на котором мы оказывались несколько раз, во всяком случае я там оказывался несколько раз, прибегал, разносил и убивал военных, забирал их оружие и вещи. К сожалению, это не Сталкер. Это всё-таки GTA. И здесь подбирать патроны, воровать еду со стола, лазить по чужим тайникам у нас не получится, потому что GTA не подразумевает таких функций. Но вот по текстуркам и по внешнему виду это действительно очень и очень сильно похоже на Сталкер. Текстурки действительно очень сильно похожи на Сталкер. И это не может не радовать. Сразу же после КПП нам даётся мотоцикл Санчес. И это, конечно, немножечко не вписывается в атмосферу оригинального Сталкера, так как никаких мопедов, никаких мотоциклов и прочего транспорта в ней предусмотрено не было. Конечно, есть безграничное количество модов для Сталкера, в котором есть различный транспорт. Но вот мотоциклов я ещё не видел. Кстати, хочу сказать, что дома здесь действительно очень сильно похожи на Сталкер. В подвалы я спускаться не буду, потому что я оттуда не вылезу. Дома здесь действительно очень и очень сильно похожи на Сталкер. Это, наверное, самый проработанный в плане локаций мод. Кстати, карты в этом моде нет, но при этом радар присутствует. Это действительно, наверное, самый проработанный мод по тематике Сталкер для GTA, который я видел. Повидал я их не так, чтобы много, но и не так, чтобы мало. Чаще всего даже не снимал обзор, ибо не было смысла этого делать. Единственное, в плане домов я могу сказать, что здесь как-то всё очень плохо то ли с камерой, то ли с пропорциями. Потому что то ли камера так неудобно стоит, что показывает всё не так, как должно быть, либо пропорции, потому что наш главный герой, похоже, даже больше, чем кровать. Я не знаю, как можно спать в таких условиях. С пропорциями домов и подвалов какие-то проблемы, как мне кажется. И, естественно, я не могу не посетить подвал нашего старого знакомого Сидоровича, которого, к сожалению, здесь тоже нет. Ни Сидоровича, ни этой знаменитой музыки, которая у него здесь играет. Ничего нету. Купить, естественно, оружие или что-то в этом роде также нельзя. Хотя было бы забавно увидеть такой мод, в котором добавили бы скин Сидоровича и сделали бы его торговцем, соответственно, в этом подвале. Можно же в модах добавить своего торговца. Следующим пунктом я решил посетить эту знаменитую яму, рядом с которой разорвало, как мы помним, свинюшку, то есть плоть. Яма в оригинале выглядит довольно мрачной, опасной из-за обильного наличия здесь аномалий и радиации. Сейчас же эта яма выглядит довольно милой и безопасной, так как ни радиации, ни аномалий здесь нет. И, кстати, вот этот туннель выглядит тоже не так, как в оригинале, потому что в оригинале здесь стоял УАЗ. Но я не буду, кстати, докапываться до радиации и аномалий, и артефактов, так как это мод все-таки локация. Единственное, мне не нравится, что я вижу там синие текстуры. Это не очень классно. Это все-таки мод представляет собой локацию и не особо-то представляет собой геймплей. Поэтому не будем зацикливать на этом внимания. Дальше мы, скажем так, двинемся по сюжету. Будем спасать Шустрого. Здесь у нас АТП. Естественно, ни о каких бандитах, ни о каком шелестящем и, естественно, Шустром речи не идет. Здесь отлично проделанные дома. Действительно, очень детально и очень классно сделанные дома. Я лично такое вижу в первый раз. До этого мне еще нигде настолько красивые локации не попадались. Но, к сожалению, с землей здесь проблемы. Какие-то поплывшие текстурки вместо асфальта. Это, конечно, смотрится не очень. Эту локацию, я думаю, также знает каждый. И особо говорить о ней нет смысла. Давайте просто быстренько пробежимся, посмотрим, что здесь есть. И двинемся дальше. Здесь, кстати, была аномалия, которая не давала нам достать артефакт. И приходилось через всякие обходные пути, то есть выстреливая в этот артефакт, выбивая его оттуда болтами, гранатами, пенделями и прочими способами его оттуда доставать. Артефакт этот доставался на самом деле без особых проблем. Надо было просто знать, как залезть в эту щель. И если ты знаешь эту технологию, то ты без особых проблем мог достать артефакт. Здесь, как вы помните, ребят, мы спасали задницу лису. И в этом доме можно было залезть и взять всякие патроны и прочее. Постоянно можно было неоднократно проваливаться вот в эту яму, в досках. Но сейчас, к сожалению, туда залезть нельзя. Да, и не будем мы этого делать. И, пожалуй, финал нашего сегодняшнего путешествия по зоне – это переход на свалку. Свалки в этом моде нет. Но давайте, во всяком случае, глянем на переход. Да, сделано, конечно, все очень красиво. Мне определенно нравятся локации. Не могу сказать, что все повторено точь-в-точь, как было в Сталкере. Да и все-таки пробелы в текстурках здесь определенно тоже есть. Я вот хотел все-таки перебежать на свалку, которая здесь отсутствует, и наткнулся вот на это. И неудивительно, что это есть, потому что это очень хорошо видно. Вот, опять-таки, перед нами синие вот эти текстуры. Но это не самый лучший все-таки вид, скажем так. Ну что ж, на данный момент я могу сказать, что этот мод реально самый проработанный мод по тематике Сталкер для GTA. Из всех, что я видел на данный момент. Если есть другие более качественные моды, пишите в комментариях. Постараемся на них посмотреть. А пока что я хотел бы закончить. С вами был я, Женек. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. И смотрите небольшую экскурсию по зоне под музыку. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok